Уважаемые зрители канала Амаркетс, я всех вас приветствую. Меня зовут Александр Смирнов. Я являюсь трейдером на рынке Форекс уже с 2008 года, имею богатый трейдерский опыт в 14 лет. В данный момент занимаюсь алгоритмической торговлей, но параллельно веду также учет ручной торговли и самостоятельно торгую на нескольких счетах вручную. С недавних пор стал партнером компании Амаркетс, которая любезно пригласила меня повыступать на их канале. В своей торговле я буду применять совершенно разные торговые системы. Сегодня мы коснемся технического анализа. Я буду открывать совершенно реальные ордера, я буду выставлять при вас отложки. В дальнейшем будет также торговля по маржинальным зонам. Будем какие-то использовать индикаторные системы. Все индикаторы, которые я буду использовать в своей торговле, вы сможете получить от меня совершенно бесплатно. Все мои контакты будут в описании под этим видео. Также, друзья, скажу, что у нас есть два канала. Один посвящен торговым роботам непосредственно. Мы разрабатываем уже несколько лет торговых советников. Это одно из основных моих направлений в трейдинге. Ну и торговые стратегии. Мой канал, посвященный торговым стратегиям, на который вы сможете подписаться. И все материалы, которые даются на этом канале, они также выдаются нами совершенно бесплатно. Любому желающему трейдеру. Начнем мы сегодня с обзора экономических новостей. Сегодня четверг, 3 февраля. Определенный блок новостей ожидается по доллару. Это привычные заявки на пособие по безработице. С моей точки зрения, они не сильно влияют на движение пары евро-доллар. Больше, наверное, повлияет решение ЦБ Англии по процентной ставке. Хотя, насколько я помню, она очень длительное время не менялась с 0.25. Не думаю, что сегодня произойдет что-то феноменальное. Они поменяют процентную ставку и фунт либо взлетит в какую-то сторону, либо упадет. Я честно признаюсь, я не являюсь каким-то фундаменталистом. Я больше придерживаю технического анализа. И, на мой взгляд, этот блок новостей не повлияет на нашу сегодняшнюю торговлю. Итак, торговать мы по понятным причинам будем на брокере Амаркетс. Хотя я по своей натуре приверженец многополярности. Я использую большое количество брокеров в своей торговле. Два индикатора использую в своей торговле сегодня. Это индикатор Simal Changed Profit Display и индикатор ZOOP. Напоминаю, что оба индикатора могу выдать совершенно любому желающему. Без каких-либо привязок, совершенно бесплатно. Обращайтесь, контакты будут в описании. Исключительно технически будем определять точки входа. Начнем с валютной пары AudiCAD. Использую я дневной таймфрейм. На брокере очень большое количество торговых инструментов. Я давно с таким, на самом деле, не сталкивался. На других брокерах немножко поменьше, поскромнее. Поэтому давайте сделаем так. Один индикатор мы все-таки уберем. Он, в принципе, помогает переключать в одном окне таймфреймы и инструменты для обзора. Мы перейдем на один таймфрейм. Немножко сделаем поменьше окно, чтобы больше было видно графика. Либо просто удалим индикатор 1 с графика. И все. И будем таким вот образом перетаскивать. В данный момент у меня плавающая просадка. Дело в том, что на этом счету торгует параллельно торговый робот. Он уже заработал с момента открытия счета 171 доллар. В данный момент плавающая просадка 118 долларов. Но это не критично. В принципе, для такого счета 1%. Это совсем мало. Связано это с тем, что евро-доллар у нас очень агрессивный. Улетел вверх. Это мой реальный счет. В подтверждении открываю вам навигатор. Посмотрите. На компьютере у меня никаких торговых роботов не работают. По стандарту стоит два советника стандартных. Торговые роботы работают на VPS. На виртуальном приватном сервере. Друзья, инструментов очень много здесь торговых. Мы все не будем пока что затрагивать. Если у вас будут какие-то предпочтения непосредственно под каким-то эксклюзивным, то вы пишите в комментарии. Я обязательно посмотрю на какие-то торгуемые. Например, товарные, может быть, сырьевые. Вас активы интересуют. Или металлы, к примеру. Или, может быть, криптовалюта. Напишите в комментарии. Я перед началом следующего видео обязательно прочитаю все ваши комментарии. И учту ваши предпочтения для того, чтобы разобрать эти торговые инструменты. Начнем с ауди-кат. Если кто-то торгует, придерживайтесь определенно покупок. Ложный пробой нижней границы нисходящего коридора. Цена пошла вверх. Скорее всего, пойдет куда-нибудь к уровню 0.93077. Ауди-швейцарский франк. Дневной таймфрейм. Определенно нужно придерживаться покупок. Восходящий канал. Нижняя граница ложно пробита. Скорее всего, будет идти вверх. Куда-нибудь к 0.686. Если кто-то торгует в селл, то здесь следующая граница. Откуда цена может скорректироваться? 0.638. Ну, приблизительно вот эта зона. 0.638. Этот район. Откуда мы можем попробовать скорректироваться и прикупить. Ауди-японская иена. Сужающийся треугольник. Пока что идет вверх. Я думаю, что куда-нибудь к целям 0.8291. Самая первая цель придется на... Скорее всего, отсюда скорректируется. Пока каких-то явных точек входа я здесь не вижу. Ауди-новозеландский доллар. Очень хорошая коррекция, кстати, по паттерну биллиш. Но я бы, если продавал бы, то от уровня 1.083. Хотя цена уже хорошо скорректировалась. Немножко мы опоздали. Но давайте все-таки здесь продадим. Продам я здесь все-таки минимальным лотом. В крайнем случае можно будет где-то выше, гораздо выше, усредниться и просто перекрыть. Если ваш депозит этого не позволяет, не позволяет усредняться, то выставляйте стоп-лосс на 1.079 куда-нибудь в эту область. Приблизительно размер стопа получится 73 пункта. Для этой валютной пары, возможно, довольно агрессивно получится. А с другой стороны, я сейчас даже посмотрю, какой убыток. Убыток в 5 долларов. В принципе, нормально. Давайте попробуем со стопом. Тейк профит выставляем на 1.057. Самый первый тейк. И я люблю еще тралить все позиции. Зададим уровень приблизительно в 50 пунктов. Можно попробовать поставить трал. То есть 500 пицц. Ауди Доллар. Следующая валютная пара. Нисходящий канал. Я так думаю, что будет идти вниз. Больше похоже на то. Формируется как раз сейчас коррекция. Вполне возможно, что от уровня 0.709.83 пойдет к уровню 0.762. Рассмотрите такой вариант, если будет перебитие вот этого максимума. Пока пропустим эту пару. Не совсем она мне нравится. Здесь вообще флэт на канадском долларе и швейцарском франке. Я не люблю такие сильные накопления. Не сильно тянет их торговать. По своей натуре я трейдер, не скальпер. Я торгую в основном средний срок, долгосрок. Кстати, по Ауди Новозеллу забыл посмотреть спецификацию. Здесь своп коротких позиций положительный. Можно в принципе даже стоп лот убрать с моим депозитом. И попробовать немножко повыше. При следующем хорошем сигнале оставить 0.02 лота. Как бы мне это не помешает. Пускай этот ордер висит. Я даже, наверное, тейк уберу. В таких случаях с положительным словом я в основном так и поступаю. Кат японская иена пропущу. Не совсем нравится эта валютная пара. Даже не буду ничего тут прогнозировать, анализировать. Швейцарский франк японская иена. Восходящее движение. Но пока каких-то ключевых прям каналов или точек входа здесь не вижу. Продавать? Вряд ли. Покупать? Да. На дневном таймфрейме скорее покупки, чем продажи. Евро-астралийский доллар. Больше похоже на покупки. С целью до 1.59.94 минимум. А в общем и целом вот эта граница канала 1.613.88. Самая будет идеальная для него цель. Слишком много накоплений плетовых. Тренды прям явного отката я здесь не вижу. Пока что входить не буду. Евро-канадский доллар. Тоже больше похоже на покупки до верхней границы. Здесь же нарисовался канал продаж, который мешает мне совершить покупку в данный момент. Не будем пока трогать эту валютную пару. Посмотрим, может быть через неделю-две куда-то вырвется. Евро-швейцарский франк. Одна из моих любимых пар. Посмотрим немножко побольше таймфрейм, что он показывает. Есть ли какие-то точки уровня поддержки сопротивления. Хороший уровень, кстати, поддержки по евро-швейцарскому франку. На таймфрейме месяц он корректируется. Вполне возможно хорошая покупка. Поскольку это просто его минимум. Самое практически дно, куда он пришел с момента его формирования. Смотрите. Это таймфрейм месяц. Так что если кто-то торгует совсем в долгосрок, порекомендовал бы вам эту валютную пару прикупить. Давайте посмотрим спецификацию. Плохо, что своп длинных позиций отрицательной позиции на покупку. Но я все-таки эту валютную пару куплю. Куплю пока что без стопов. Куплю минимальным лотом. В принципе, даже если она обновит минимум, то убыток 100 долларов не сильно повлияет на мою торговлю. Если же мы пойдем очень хорошо среднесрочно, то в принципе какую-то там сотню-две долларов можно будет заработать с использованием маленького объема лота. Евро-фунт. Дневной таймфрейм. Тишина. Не вижу каких-то определенных целей. Недельный таймфрейм. Очень хороший уровень поддержки, которым можно было бы попробовать прикупить. Единственное, что на месяц мне не нравится направленность очень сильной этой валютной пары на продажу. Наверное, обновит она все-таки минимум. И где-то здесь на 0.812 можно будет прикупить, попробовать. Такое ощущение, что все-таки дойдет до этой цели. Пока не будем трогать евро-фунт. Может быть затронем в следующий раз при следующей торговле. Евро-японская иена. Тоже одна из любимых валютных пар. Всеми трейдерами. Дневной таймфрейм. Хороший отскок произошел от верхней границы канала. Направленность определенно бычья. Покупать тоже мне что-то не очень тянет. Я больше приверженец отработки этих паттернов, которые показывает этот индикатор на дневных таймфреймах. Очень хорошо, кстати, отрабатывает. Практически в 100%. Положительно. Вот смотрите, к примеру, нарисовался паттерн Bullish. Цена его отработала. То есть такого, чтобы цена прям пробила его и унеслась куда-то в другую сторону, я пока что еще не наблюдал. Но таймфрейм нужно использовать D1. Вообще эти паттерны, они формируются там и на M15, и на M5 формируются. На D1 они просто чаще отрабатывают. Практически в 100%. Евро на зеландский доллар хороший уровень сопротивления встретил. Недельный таймфрейм. Я бы не стал здесь продавать, определенно пока что покупок нужно придерживаться. Хотя на месяц формируется все-таки откат небольшой. Вполне возможно, что небольшая продажа будет. Но на недельном таймфрейме единственное, что меня смущает, свеча такая нарисовалась. С двумя хвостами одинаковыми в обе стороны. Пока что цена еще не определилась. Как только перебьет максимум вот этой вот либо верхней границы, либо нижней границы этой свечки, можно будет уже о чем-то подумать. О покупках, либо о продажах. Перенесем эту валютную пару на следующую неделю. Евро шведская крона. Я не особо торгую эту валютную пару, но давайте ее посмотрим. Визуально больше похоже на продажи. Формировался гэп, хотя гэп она уже закрыла на дневном таймфрейме. Больше похоже на то, что будет идти все-таки к 10.21 куда-нибудь в эту сторону. Пока не будем трогать. Евро-доллар. Робот у меня накрепал определенное количество ордеров. Не обращайте на это внимания. Все эти ордера открыты советником. Смотрите внизу, то, о чем я говорил. Вот этот паттерн восходящий, этого индикатора ZOOP. Паттерн называется Bullish Max. Отработал идеально на 100%. Я, кстати, упустил эту точку входа. Это было 4 дня назад, судя по свечам. И не открылся здесь на покупку. Небольшой откат. Вполне возможно, что цена все-таки пойдет куда-нибудь к 1.143, если кто-то торгует. Если придерживаетесь продажи, то 1.114. Я в данный момент не буду трогать эту валютную пару. У меня на ней торгует советник. Чтобы, скажем так, отличать свои ордера все-таки от ордеров, открытых роботом, будем придерживаться других валютных пар. Пункт канадский доллар растет. Уже несколько дней продажи будут, я так думаю, что где-нибудь там 1.745. Пока что определенные покупки. Хороший тренд, восходящий. Пункт швейцарский франк. Тоже одна из любимых валютных пар. Перебил 1.249. Пойдет вверх, я думаю, на 1.265. Предположительно, что отсюда будет из этой зоны коррекция вниз. Пункт австралийский доллар. Восходящее движение было на дневке. Хорошая недавно цена перебила максимум. Ложный пробой, скорректировалась вниз, дошла прямо до своей цели 1.894 и пошла вверх. У меня такое ощущение, что здесь будет какое-то накопление, какой-то флет временно. Или цена пойдет сейчас вверх, перебьет этот максимум куда-нибудь к 1.924. Может быть даже выше возьмет верхние границы этой зоны. Обычно после таких движений, когда цена хорошо поднимается вверх, откатывает вниз, флетовое накопление формируется. Здесь может на дневке сформироваться определенный паттерн. Мы еще обязательно этой валютной пары в дальнейшем коснемся. Пункт японской иены. Движение вверх. Продажи исключены. Судя по модели, движение цены идет на обновление. На обновление этих максимумов. Но глобально видно, что валютная пара больше стремится вверх. Я так думаю, что обновит. Куда-нибудь к зоне 158.735 сюда придет. Может быть выше, там 160 куда-нибудь возьмет движение. Пока что придерживайтесь покупок. Спецификация своп длинных в принципе небольшой. Можно будет, наверное, эту валютную пару прикупить. Она внушает более-менее так доверие на покупки. Фунт новозеландский доллар. Определенно продажа, сформировался паттерн хороший. Еще несколько валют разберем. Разберем золото и на этом закончим. Фунт доллар. Одна из любимых валютных пар. Ничего феноменального здесь не вижу на дневке. Недельный таймфрейм. Но больше похоже на то, что все-таки будет стремиться фунт доллар. К нисходящей тенденции, даже видно это на таймфрейме в месяц. Хотя сейчас коррекция. Может быть обновить максимум 1.383 отсюда пойдет дальше вниз. Пока что максимум не обновлен. Мы видим нисходящая тенденция на недельном таймфрейме. Старайтесь придерживаться больше продаж. Я эту валютную пару не буду торговать. У меня стоит торговый советник, который открывает здесь периодически ордера. Пропустим ее. Пойдем дальше. Очень хороший паттерн сформировался на новозеландский доллар, канадский доллар. Немножко упустили момент. В начале недели прекрасная была бы покупка. Можно, конечно, попробовать догнать уходящий поезд, как вариант. Не особо сильно она прямо отошла. Приблизительно около сотни пунктов. Посмотрим спецификацию. Новозеландский доллар, канадский доллар. Своб длинных позиций положительный. Поэтому здесь определенно будет покупка с моей стороны. Новозел швейцарский франк. Дневной таймфрейм ничего не видно. Недельный таймфрейм. Небольшая коррекция, но скорее будут продажи. Месяц тоже продажи. Хотя очень хороший уровень сформировался, кстати, на месяц. Если бы еще немножко упал бы куда-нибудь в зону 0574, я бы прикупил бы в долгосрок эту валютную пару. Посмотрим на спецификацию. Своб положительный. Поэтому, наверное, куплю. Куплю минимальным лотом. Если сильно упадет, ничего страшного с моим депозитом не случится. Друзья, может быть кто-то подумает, что я торгую без стопов. Да, я в принципе рассчитываю свой депозит. Я знаю, что такое диверсификация. У меня есть финансовые средства для того, чтобы в крайнем случае долиться на депозит. Я не стараюсь как-то там агрессивно разгонять депозиты в 1000% в месяц делать. Мне достаточно 10-20% в месяц от моих финансовых средств для того, чтобы нормально жить и практически ни в чем себе не отказывать. Я больше по принципу торговли консерватор. Вполне возможно, что кто-то меня в этом плане поддержит. Кому-то, может быть, такой принцип торговли не понравится. Темы люди разные. Новозел, японская иена. Разворачиваемся на покупку. Недельный таймфрейм. Ну да, больше похоже на то, что все-таки будет вверх расти на месяцы. В покупке здесь положительный своп. Но пока что, да, на дневном таймфрейме и на недельном явно видно, что валютная пара развернулась. И давайте все-таки тоже его купим. Новозеландский доллар, американский доллар. Определенно, дневной таймфрейм, небольшая коррекция. Недельный таймфрейм тоже коррекция формируется. Одно смущает, что она застопорилась на этом уровне. Причувствие говорит мне о том, что эту валютную пару трогать не нужно. На месяцы, конечно же, очень хороший уровень поддержки здесь сформировался. Американский доллар, канадский доллар. Один из мажоров. Дневной таймфрейм, тишина. Недельный таймфрейм также ничего не показывает. Эту валютную пару, наверное, пропустим мы. Доллар, швейцарский франк. Дневной таймфрейм, восходящее движение. Скорее будет движение до 0.9426 куда-нибудь в эту зону. На неделе тоже восходящий такой треугольник. Сужающийся движение вверх. На швейцарском франке больше на то похоже. Куда-нибудь в зону либо 0.934, либо повыше возьмет, согласно вот этой вот границе этого канала, 0.942. То есть цена явно идет в таком восходящем канале. Можно, кстати, прикупить. Посмотрим спецификацию. Слобы положительные. Определенно здесь покупки даже и думать не о чем. Доллар, японская иена. Любительница канальных движений, восходящих, нисходящих. Посмотрим на дневном таймфрейме, на недельном таймфрейме. Неделя, месяц, восходящее движение. Придерживайтесь покупок по этой валютной паре. Продажи пока рекомендую вам исключить. Золото. Один из любимых всеми инструментов. Золото. Я вообще золото люблю скальпировать. Хотя по натуре по своей повторюсь, что не скальпер. Но посмотрим его больше среднесрочно. Топчется она очень хорошо. Сужается треугольник на таймфрейме в месяц. Определяется, куда ему дальше пойти. Ключевые уровни это 17.41. Если очень хорошо полетит вверх, то смотрите. 19.96 и обновление вот этого максимума 21.02. Обратите внимание. Можете для себя их отметить. Можете просто обратиться ко мне, взять индикатор. И параллельно со мной торговать по этим торговым системам, которые я использую. Но пока, друзья, пока продажи, коррекция на дневке явно от 18.07 пойдет куда-нибудь. Может быть 17.86, либо чуть пониже 17.49. Единственное, что по золоту немножко повышенные свопы. Золото любит затяжные тренды. Если он трендовый идет хорошо, я бы его прикупил, либо приправил. Где-то вот здесь, на этих трендах, я покупал и продавал. То есть у меня хорошо эти позиции отрабатывали. Вот эта временная коррекция, даже на дневке небольшая. Для золота 61 пункт это совсем немного. Для меня не показатель. Пока визуально похоже на то, что она будет идти вниз. Если пойдет вниз, 17.86. Если вверх пойдет, 18.35. Если вы рассчитываете на разворот. Я бы дождался небольшой коррекции куда-нибудь в эту зону. Там на 17.86. Она в таком немного восходящем канале идет. И отсюда бы прикупил бы немного. Ну, в общем, как-то так. Уважаемые зрители, напоминаю, что меня зовут Александр Смирнов. Рад был знакомству с вами. Надеюсь, что моя торговля будет для вас полезной. Мы будем здесь использовать много торговых систем. Различных торговых систем. Все файлы у меня есть. Обращайтесь. Любые файлы я для вас скину бесплатно. Со всеми настройками и с полным описанием к этим файлам. Желаю вам удачи в торговле. Желаю вам хороших наступающих выходных. Всем пока. И до встречи на канале Брокера Амаркетс. Субтитры сделал DimaTorzok